Всем привет! И это очередная распаковка товаров с сайта Алиэкспресс. Ну, вы, как обычно, по традиции, ставите лайки, грозные дизлайки и пишите самые добрые комментарии на всём Ютубе. Ну, а я сразу начинаю с обзора. Сегодня будут просто невероятные чудеса доставки с Алиэкспресс. Я просто в шоке. Я вам закидывала шорс на канале 9 дней. Нет, оказалось, 7 дней. 7 дней – это рекорд. Ну, у меня уже такой рекорд был много лет назад. Был такой рекорд доставки с Ибэя. Вот тут с Алиэкспресса. 7 дней именно из Китая. Фантастика просто какая-то! Так, вы уже написали комментарий или ещё нет? Обязательно напишите, не забудьте. А то вот так засматриваетесь и потом забываете написать самый добрый комментарий на всём Ютубе. Итак, поехали. Значит, немножечко с плохого, чуть-чуть, да? Самую малость. Значит, приехали бусины мне 8 мм. Авантюрин. Он же стекляшки. Есть бусины с дефектами. Вот прям, видите, с дефектами есть бусины. Но, тем не менее, цена достаточно невысокая по сравнению с тем, что в целом есть на Алике. Немножечко пришлось пободаться с продавцом. Но я его убедила в том, что лучше согласиться на мои условия. Потому что со мной лучше не бодаться. Потому что продавец, который мне прислал не те наклейки, вот мне нервы-то потрепал не по-детски. Ох, потрепал. Но справедливость взяла верх. И какие-то картинки продавца не смогли убедить Алиэкспресс против моей распаковки. Вот, поэтому спор я выиграла. Вот, поехали дальше. Ну, а сейчас такой небольшой эффект неожиданности. Получила вот такие вот классные бусины, красивые, да? Ну, такие тоже типа поджемчуг сваровские. А совершенно мне непонятно, из чего они сделаны. Я, короче, думала-думала, гадала-гадала. Там можно выбрать цвет. Мне понравился именно вот этот. Думаю, надо какую-нибудь одну бусину запороть. Запороть какую-нибудь одну бусину. Какую мне меньше всего, жальче всего. Так, и где ты? Где ты здесь? Я взяла, короче, напильник, наждачку. Да, собственно, пилку для ногтей. И запорола одну бусину. Значит, вот это вот покрытие. Так, сейчас мы будем резать волшебными ножницами с Алиэкспресса. Нашими любимыми. Прям берем вот так вот чик. Потому что потом мы не рассказывали, что я там что-то где-то как-то. То есть, понимаете, вот непонятно. Главное, прыгают как жемчуг. Понимаете? Вот они прыгают как жемчуг. Скачут. Стекло так не скачет. Так скачет только жемчуг. А может быть внутри, конечно, и ракушки. Что мы будем делать? Сейчас посмотрим. Будет палеными ракушками пахнуть или чем-то еще. Ну, в общем, проверять будем огнем. Покрытие, конечно, сгорит. Слушайте, огнем-то проверять. Такие отверстия маленькие. Прям даже страшно. Так, возьму я, короче, вот так вот, чтобы тут себя не обжечь. Так, детям не повторять. Зажигалочка у меня турбо. Сейчас будем смотреть, это пластик или это все-таки стекло. Или это что-то еще. Так. Так, сейчас пусть остынет. Запаха пока даже вообще никакой горит. Да, вот так, чтобы прям запаха гари нету. Что это такое? Ай-яй-яй. Ой-ой-ой. Я испортила себе фон. А-а-а. Так, ух ты. Вот мы теперь узнаем, что тут внутри. Блин, я себе прожгала фон. Ну, вот тут вот. Ай-яй, блин. Печалька. Короче, эффект неожиданности. Что это такое? Я не могу понять. Или это стекляха пополам так раскололась? И что там такое внутри? Смотри. Ну, это явно не пластик, потому что пополам треснуло. Да? Слушайте, это что-то очень интересное. Сейчас я поближе посмотрю. Блин, я испортила себе фон. Я испортила себе фон! Вы точно должны написать мне самый добрый, утешительный комментарий. В общем, закадровый эксперимент продолжился. Видите, как кусочек откололся еще? Это стекляха. Это стекляха. Ну, какая-то необычная стекляха. Очень необычная стекляха. Ну. Во всяком случае, это не пластик. И меня это радует. Но фон я себе испортила. Люди добрые, подайте кто-нибудь на новый фон. Закиньте на карточку хотя бы 10 рублей. Подайте на домики для бездомных, просят. Так, ладно, погнали. Ну, блин, фон, ну, вот прямо наверхонький. Я вот буквально два обзора назад поменяла. Сейчас плакать буду. Я не могу. Вот все хочется показать, рассказать. Да показывалась. В общем, погнали дальше. Дальше погнали. Значит, приехала очередная партия ювелирных тросиков. Значит, вот такой вот тросик корейский. 0,38 взяла. Сейчас на распродаже будет вообще сказочная цена. Значит, вот такой еще один. Прошлый раз, значит, у меня был 45 или 40, я чуть не помню. Это тоже 0,38 взяла. Здесь 80 метров. Он прям такой гибучий-гибучий. И он идет вот с такой вот заглушечкой. Вот с такой вот. Вот. То есть не нужно изобретать велосипед с резиночкой для волос. Вот. Ну, это самое. Тоже все он такой вот гибкий. Швибкий такой весь. Вот такой. Видите? Вот. Тут все нормально, уже проверено. Так. Про тросики рассказывала в предыдущем обзоре. Что это такое и зачем оно нужно. И заказала вот такой вот золотой. Золотой. А ну, какой-то не такой, не такой. Вот такой вот золотой. Знаете, больше цвет такой бронзы ближе. Вот такой, кстати. Вот этот цвет оплетки же. А там стальная идет, понимаете. Вот этот цвет покрытия там типа силиконового. Там чего, там, чего там. Сейчас возьму еще разожигалку. Тут еще немножко палевым займемся. Ну, в общем, этот цвет вот этой вот оплёточки. Вот видите? Там такая пластиковая. Ну, как силиконовая. Ну, не силиконовая, а как пластик такой. Вот. То есть, чтобы защитить тросик. Чтобы он там не ржавел и все такое прочее. Вот. В общем, тут все понятно. Тут все. Все, 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 все. Все. Сегодня больше с огнем работать не будем. Так. Это я потом все сделаю. Так. Погнали дальше. Так. Тросики. Все прекрасно. Все замечательно. Приехала куча силиконовых резинок у меня. Значит, вот такие. Это по 10 метров. По 10 метров. Это силиконовая резинка, поэтому она на катушках. Но здесь всего-навсего 10 метров. Ну, вот это как бы... То есть, ее видите тут сколько? Вот. Кот наплакал. Вот. Вот. Вот что мне больше всех понравилось. Вот ее я прям ждала. Вот этот цвет. Вот этот сказочный цвет. Я ждала как раз под гранатовые бусинки. Видите? Вот. Прошлый раз я вам коричневую вот эту показывала. Она тоже очень хорошо под гранат идет. Вот коричневая. Вот видите, разница какая. Вот. Если вот так вот. Видите? Мне, например, очень... Ой! Вот как сядешь обзор снимать. Вот что-нибудь кому-то надо, что-то вечно надо позвонить. Еще что-нибудь. В общем, цвет зачетный. Кстати, о гранатах, девчули. В общем, заказала, жду я гранат один. И прямо сейчас в группе. И в покупке в Китае. И в фиолетовом чуде зарепостила. Нашла в одном магазине бусины гранат. У продавца 4 миллиметра. Вот по ссылочке, где будет написано гранат 4 миллиметра. Выбираем гранат 4 миллиметра. Значит, информация актуальна. На 16 июня. Я сейчас вечером снимаю. У меня сейчас где-то полвосьмого. Пока я все это сниму, отредактирую. Значит, ну, пускай часов 9 еще вечера. Еще информация точно актуальна. Я не знаю, что продавцу в голову шмякнет, не шмякнет. 56 рублей нить написано гранат. Я взяла две нити, чтобы потом локти не кусать, что не взяла больше. Думаю, что, может быть, буду кусать. Сейчас начнется распродажа 17 числа. Он может либо цену поднять, или... Я не знаю. Я взяла две нити, не стала дожидаться распродажи. В общем, понятно. Информация актуальна. На вечер 16 июня 2024 года. Значит, по московскому времени. Так, погнали. Погнали. Так, все, резиночки, все прекрасно, все замечательно. Значит, приехала куча фурнитуры. Тут тоже много заострять внимания не буду, потому что все это я уже показывала в предыдущих обзорах. Вот видите, и пакетик вот тоже проплавился. Ну, у меня вот фон. Ну, блин, в принципе, он тут в кадр не попадает, но обидно. Значит, вот эти вот замочки. Они идут... Вот еще один замочек. Они идут три штуки. Видите, они идут без вот этих концевичков. И пять штучек приехали с концевичками. Вот без концевичков чуть-чуть подешевле, но как бы в них нет смысла. С концевичками мне нравится больше. Значит, приехали коречки двойные. 18 карат золото цвет и подсеребро. Значит, подсеребро это типа родиум. Родиум, медиум, медиум, родиум. Так, где тут еще? Значит, у меня еще тут. Значит, вот эти разделительные бусинки, значит, которые идут 14-каратное золото. Это которое посветлее. 18-каратное золото, которое потемнее. Такое больше по золотинке. Вот так вот вам видно разницу в цвете. Хоть немножко. Ну, вот. Вот так вот. Вот это 14 карат посветлее. 18 карат потемнее. Так, значит, вот тут, значит, колечки. Ну, и до кучи, значит, к двойным колечкам. Значит, сразу показываю вам еще вот такие вот чудеса. Ну, вот, допустим, вот это я вам показывала, да, чудо расчудесное. Вот такие вот штучки, такие бусинки, на которые можно повесить колечко. Фокус, фокус. Да что ты будешь делать? Так, показывала. Двойное колечко. Двойное такое колечко раскрыть. Ой-ой-ой. Надо постараться. Надо еще, ух, напрячься. Да, вот это. Да что ты будешь делать? У меня сегодня все из рук. Все из рук. Вот такой инструмент у меня прибыл. Прибыл. Вот такой вот. Хрящ, хрящ, хрящ. Такой на фламинго похож. Ай-ай-ай-ой. Вот такой крюв, как у фламинго. Кринь-кринь. Так, вот смотрите. Берем колечко. Так. Берем-берем. Вот так вот. Вот этот носик ставим. Вот так вот. Вот, смотрите. Видите? Так, сейчас. Ой-ой-ой. Проскочил. Начинается. Да что ты будешь делать? Господи боже мой, перед обзором тут все из рук вон. Так, вот. Вот так вот поставили. Так только ровненько. Надо ставить ровненько. Вот, вот так. И потом вот так вот жмяк. Жмяк. И колечко у нас открыто. Можем надевать все, что хотим. Понятно? Вот так вот все. Просто все легко. Без проблем. Так, дальше погнали. Значится, значится, значится. У продавца, кстати, у которого вот такие вот ягоды малинки. Ягоды малинки. Вот такие вот. Стеклянные. Ручной работы. Так, или у меня очки мутные, или у меня опять расфокус. Вот смотрите, я вам просто для демонстрации показала. Вот такую вот ягодку, да, можно сделать. Вот там сережки, кулончик, потом все, что хотите. Просто еще если накупить. Значит, 130 рублей. Две штуки. Это просто халявная халява. Потому что, потому что я вам покажу. Вот это вот куплено буквально на днях на Валбересе. В группу «Фиолетовое чудо» закидывала. В обзоре потом покажу. В общем, пара вот таких вот бусинок клубничек. Вот таких вот. На Валбересе. Почти 700 рублей. И то еще была скидка. Ага. Я говорю, вот началась снимать обзоры. Всем не пишут, что-то как меня сегодня надо. Вот такие вот. Так что, вот, видите. Но в чем разница? Вот смотрите. Вот у этих обычный пин. Вот обычный, да, вот у китайских. Нормально здесь все хорошо. А вот у этих отверстие такое большое, что обычный пин уже не пройдет. Вот смотрите. Вот я вам покажу. Уевая, 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 приуевая фурнитура. Она обычно выглядит вот как вот в этом пакете. Вот самая уевая. Прям уе-йокинская такая, знаете. Уе-йо. Уе-йо-йо. Она как вся вот, вот видите. Вся окислилась. Вот в пакете лежит. Никто не трогает. А она вся... Ой, какая уевая вообще. Видите? Ну, просто они длинные. У меня нету сейчас длинных пинов хороших. Вот какие уевые были, те и достала. Значит, значит... Блин, сейчас подождите. Шарик просто побольше хочу найти. Это очень старая фурнитура. Она ей уже... Ой, сколько лет в обед вообще. Так что, в принципе, для такой старой фурнитуры она еще не настолько еще и уевая. Вот. В общем, смотрите. Вот так вот оп. Шарик, видите? Все тут нормально. Все. Делаете все как надо. А вот это вот, смотрите, вот так вот оп. Ну, держится, но не так, как хотелось бы. Это еще шарик большой, понимаете? Вот. То есть... И вот тут вот такое... Ты-рын-тын-тын-тын-тын. Вот есть волшебные чудеса. Я знаю, как это все сделать. Ну, если я буду что-нибудь делать, я вам покажу. Я вам все покажу, все расскажу. Продерявлю себе фон. Испорчу бусины. И вообще... Главное, чтобы вы писали самые добрые комментарии на всем YouTube. Я ведь только ради комментариев это все и снимаю, потому что мне заняться-то больше, собственно, нечем. Вот. Вот. Поэтому я читаю и сижу комментарии ваши. Вот. На самом деле я люблю читать ваши комментарии. Иногда там бывает очень много полезной информации. Иногда какая-нибудь бяка написана. Не без этого. Так. Тут все понятно, тут все ясно, да? У него была лимитка вот на эти бусины. Если сейчас вот на распродаже не будет, я еще возьму. Мне понравились вот эти. За 130 рублей прям хорошенькие малинки. Так. Значит, инструмент я вам продемонстрировала. Теперь что? Ну, ближе к чудесам. Значит, ближе к чудесам давайте... Ай, так и быть. Приехала мне наклейка вот такая вот. Жабухи, лягухи. Вот сейчас как раз к распродаже. Жабы зеленые и фиолетовые. И серо-буро-малиновые будут нас сидеть душить. Душить. Ой, все хочется, все надо. А там такие клакши. Не покупай. Не покупай. Не покупай. Не надо покупать. Не покупай. Купи. Не покупай. Не покупай. Ну, классные же, да? Вообще. Ой, а мухоморик какой классный. И там, кстати, выбрать можно там... Это термонаклейка на... На ткань. Кайфовые жабухи. Прям не могу. Очень долго ехали на почту. Я сейчас заказываю все. Все стараюсь заказывать на пятерку. С доставкой у меня пункт выдачи. Выбираю пункт выдачи. И у меня доставка в мою ближайшую пятерочку. Вот меня. Достаточно быстро все прилетает. Очень быстро, в принципе. Но вот такие прилеты я вообще просто офигела. Значит, вот это 9 дней. 9 дней это... Наждачка. Вот для... Вот это... Первый, первый, второй. Разрешите посадку. Вот, значит, прилет был. 180 грит и 240. К ним еще вот эти финтифлюшечки. идут, на которые вот это все дело насаживается. Значит, смотрите, вот 240, они такие послабее, ну, понятно, и сама зернистость такая. А тут у меня где-то, где-то вот раз, где-то два. Вот смотрите, вот этими уже, видите, поработала чуть-чуть. Вот. И более того, я их даже в воде пополоскала, и они не расплылись, что очень хорошо. Вот так вот они просто одеваются. Вот так вот. Женьк одели. Потом она зашмякнулась вторую. А так вот вообще вот. То есть, ну, вот она, да? Понятно. Классная вещь. Вот. По поводу всех вот этих моих, вот этих мини-дрелей. Вот если кто-то вдруг недавно на канале что-то помнит, что в прошлый раз я что-то другое показывала. Да, вот оно. У меня еще вот это вот есть. И еще два. Два еще. Еще. Я такая вот запасливая сутка. Мне надо вот это. И вот это. Я уже показывала, что вот это вот старые такие фрейзеры как бы для ногтей. К ним не все подходит, потому что у них здесь маленькое отверстие. Ничего не поменять. А вот у этих можно поставить вот такую универсальную цангу. Вот. И уже вот этот вот от шнура работает. А этот вот на аккумуляторе. Видите, у меня здесь зарядка-подзарядка на пипке. Вот. Так что вот я вот такая вот запасливая тетка. Вот это все буквально было в последних предпредыдущих обзорах. Вот посмотрите. Там ближайшие вот пару месяцев назад все обзоры. Если кто-то вдруг нечаянно зашел на канал и решил у меня остаться. Ну и теперь звезда сегодняшнего обзора, можно так сказать. Но я все равно я все равно не рекомендую. И я скажу почему. Итак. Та-ра-та-там-та-дам. Доставка. Семь дней. Барабанная дробь. Лучшая доставка от Алиэкспресса. Та-рам-па-пам. Значится. Прошлый свой обзор. Я сказала, что вот эта вот штукенция не очень-то удобная. Потому что будет что она делать? Жрать. Жрать батарейки. Она будет их жрать. Вот там где-то еще подержанная, потасканная дюраселка валяется. Где она? А, вот она. Это нет. Короче. испытания тут проводились. Это энерджайзер уже первый, который сдох. В общем сегодня просто в каком-то ахтунг в каком-то режиме значит проводились у меня эксперименты. Первый энерджайзер Макс Макс который десятка вот в 10 раз дольше работает 2 часа 2 часа продержалась батарейка. Это вау! То есть это вот она включается выключается кнопочку нажимаете включается убираете палец то есть держите кнопочку она работает убираете палец она не работает дюрасел очень быстро сдал позиции но она еще как бы рабочая батарейка но уже сдала позиции то есть энергии вот как я и говорила мне там написали такой гневный комментарий что да как я вообще посмела какая-то там деревенская клушка вообще не профессионалка такая любительница тут снимает ничего не знает вот если этот человек сейчас смотрит это видео ну слушайте вы знаете вы такие все профессионалы вот прям вообще понимаете заходишь к вам на канал а у вас там пустота что вы если такие все умные не делитесь другими людьми полезной информации вот я считаю это лично мое личное мнение что человек вот знаете все-все говорят в чем смысл жизни я вот я считаю что самый главный смысл жизни любого человека это как минимум передать какую-то полезную информацию вот другим людям и будущим поколениям понимаете это одна из важнейших наших миссий вот на этой планете это уметь передавать полезную информацию а не молча вот критиковать тех кто хоть что-то делает да вот как кто-то написал что хорошо там забыла не буду сейчас цитировать мне надо посмотреть в общем давайте о хорошем о хорошем и о плохом тоже одновременно значит я я психанула я решила купить я заказала вот оно приехало радость была недолгая дайте мне пожалуйста оранжевый шнур еще пожалуйста вот значит заряжаю я энерджайзер так в общем я сразу поняла что с батарейками из фикс прайса тут не прокатит нет девочки значится вот смотрите уже вот видите каких я тут шариков лошариков накрутила вот этот вот эффект вот накалившийся все уже что ли уже наигрались в общем она раскаливается вот только на свежей батарейке вот она прям краснючая становится вот это вот жало уже нет вот держите оно вот припаивает припаивает отпустили вы кнопочку и она очень быстро остывает вот видите вот уже вот держу руками видите это хорошо это такая предохранялка хорошая лишняя энергия не расходуется но значит что здесь хорошего вы так по прямой отрезаете и вот тут вот так вот прям можно прям вот шарик такой сделать поприжечь поприжечь вот так вот вот такой красивенький можно сделать шарик вот ваш шарик вот такой вот прям как бусинка получается Вот видно? Это классно. Вот это прям вот этот момент мне очень понравился. Так вот, я вот тут кружево-то навалила, навалила. Вот, ну, допустим, вот если у вас какие-то кружавчики, вот там где-то что-то ниточки какие-то, чего-то, чего-то, да? Вот, то есть это вот так вот все быстренько раз, раз, там припалить все это, отпалить. Значит, вот это вот все, это очень удобно, очень удобно. То есть вот кнопку вот нажимаете, убираете, экономите энергию. То есть или вот, допустим, вот ромахи, да? Вот надо вот хорошо так отрезать, да? Вот понятно, вот так вот, чтобы показать, чтобы так видно было. Вот так вот берете, вот так вот, тынь-тык-тынь-тынь-тынь, так. И потом вот тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. И вот так вот подпалили. И у вас и тут вот аккуратненько, понимаете, вот ромашуха, да? Вот, и тут вот все супер-пупер. Вот в этом плюс, плюс большой. Но дальше, дальше что я вам покажу? У меня же чудеса тут сегодня. Вот лежало бы тут стекло, я бы не сожгла себе фон. Вот не сожгла, вот сразу подумала, что надо сразу стекло ложить. Сразу надо ложить стекло, но нет, нет. Значит, кто смотрел мое видео, зачем бабе паяльник, да? Вот так вот ровно, красиво отрезать атласные ленточки паяльником. Сейчас вот этим вот агрегатом. Значит, что надо? Нужна обязательно стеклянная подложка в обязательном порядке и металлическая линейка, по-другому никак. Значит, жмякаем кнопочку. Жмякаем, держим. Неудобно уже работать, когда палец один напряжен. И вот так вот жмяк, 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 жмяк. Так, я уже погнула иглу, вот так вот, видите, это вам не паяльник. Вот, и уже не хватает, то есть первые я отрезала. Вот, видите, уже нету, уже не все про это самое. Я сейчас еще иглу испорчу вообще. Вот, то есть, понимаете, я вам показываю все как есть. Все как есть. Еще раз пробую. Сейчас нажмякну. А потому что батарейка садится и все. И все. И вот вся польза инструмента уходит. Так, жмякаю, вот тут пальцем прижимаю. Так. Помедленнее буду, помедленнее. Помедленнее. Ну, все равно. Понимаете, а паяльникам вот такое крайне редко бывает. То есть, не до конца. А вот эти вот, видите, тоже я вот этой штукой вот, ну, буквально вот. Пока была, пока была новая батарейка, то было нормально все. То есть, хотя вот тоже там рекомендуется типа ленточки. То есть, вот так вот еще вот тоже вот можно отрезать, конечно, вот. Сейчас попробую еще раз по линейке. Я-то привыкла паяльникам. Раз-два и готово. Вот эти штуки, короче, они есть на шнурах. Но я оставлю ссылку, если кому-то надо. Я не абсолютно, не могу порекомендовать вот этот агрегат. Только вот по той самой причине. Все равно вот не до конца. Вот все-таки, понимаете, я не отказываюсь от своих слов. Агрегат жрет батарейки. Он жрет их. Он их жрет, он их пожирает. Пожирает. Если вы дома, вот там, какие-то шнурочки, чего-то, чего-то, где-то как-то, вот там, кружавчики, что-то ниточки, в принципе, нормальная вещь. И даже с батарейками. Но есть со шнурами. Я нашла там, где с USB-шкой. Вот, потому что там, где со шнуром и с таким вот агрегатом, там у него розетка американская. И, в общем, лучше ее не брать. Лучше взять с USB-шкой, если брать со шнуром. Но, в принципе, можно купить вместо батареек пальчиковые аккумуляторы, и они перезаряжаются. Ну, как бы таким вот образом сэкономить. Но пальчиковые аккумуляторы тоже стоят, как бы, денег. То есть, ну, они не все-таки, ну, как-то, хоть как-то сэкономить вот на этом деле. В общем, у меня вот этот агрегат, двоякие чувства. В целом, штука хорошая. Мне понравилось вот эти вот шарики делать. Очень. Вот это прям вообще мне прям зашло на ура. Вот это вот дело. Понимаете? Вот прям вообще вау. Вот. Вот это самое такое мне понравилось. Вот прям вот это вот дело. Вот понимаете? Вот так вот обрезать я могу и паяльником. Я, кстати, еще паяльником не пробовала шарики делать. Что-то мне как-то вот не приходило в голову. Я заказала еще иглы для вот этой штуки. Ссылку тоже оставлю, если кому-то надо. В общем, как я вообще люблю это говорить, только вы, только вы решаете, что, где и когда вам покупать. Все. Я показала, рассказала все чудеса науки и техники. Показала, как не надо делать, как не надо делать и как надо делать. Все ссылочки будут внизу в описании под видео в инфобоксе. Ну, а я сегодня с вами на этом прощаюсь. Ну, и как обычно, как обычно, всем желаю всего хорошего, мира и добра, и пока-пока.